Правительство России подготовило планы антикризисных мер по оздоровлению посткоронавирусной экономики. И вот здесь, по идее, должны зазвучать аплодисменты. Знаете почему? Потому что мер поддержки для предпринимателей данным документом не предусмотрено. Ну ладно, давайте я один поаплодирую. Браво! И в номинации кидок года побеждает. А помните, как поэтично все начиналось? Главный на голубых экранах. Прям как в новогоднюю ночь, я, говорит, объявляю нерабочие дни для всей страны. Но с сохранением заработной платы вы пока, господа коммерсанты, платите людям из своих. Мы затем что-нибудь придумаем. Ах, у вас же еще убытки от вынужденного простоя, аренды, налоги, проценты по кредитам. Мишустин, надо будет как-то поддержать бизнесменов. Ну, когда все это закончится? А-а-а! Вот придумали и поддержали. Всем спасибо, все свободны. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Просто миллионы ИПшников сейчас останутся у разбитого корыта. Миллионы наших соотечественников без бизнеса, с кучей долгов. Зашибись, ребята, на больничный сходили. Начинаем! Впрочем, не все так плохо, господа, с этой пандемией. Нет, ну, по кому-то она, конечно, шарахнула. По ИПшникам вон. Ты, да, без работы остался? Ты в подвешенном состоянии. Продолжаешь находиться на самоизоляции, а в кошельке две тысячи рублей осталось? Ладно, хороших новостей вам подброшу, чтобы хоть как-то подсластить. Показатель одобрения деятельности президента вырос на прошлой неделе до 72%. Рейтинг доверия Владимиру Путину также вырос там побольше даже, до 74%. Слушайте, вот уж воистину. Кому война? Одним жрать нечего, и это не метафора. У других жизнь разрушена. Третьим не сегодня, не завтра к какой-то из этих категорий присоединиться придется. А у главного рейтинги растут, как будто бы не летит страна в Тартар. Как будто бы не заболевают сотни людей вокруг и ежедневно. Просто Новый год. Ёлочка, девочка Машенька на табуретке стихи читает. Шо? Опять? Вообще, конечно, все эти лживые рейтинги ничего, кроме отвращения, не вызывают. Вот вы можете себе представить тонущий Титаник. Люди в панике. Шлюпок на всех не хватает. Большинство пассажиров заперты в каютах на нижних палубах и уже точно обречены на погибель. В это время в толпе появляется какой-то дурачок с бейджиком в циома на груди и... Скажите, пожалуйста, а вы одобряете деятельность капитана? Давайте все вокруг него сплотимся? Ну это же абсурд. Бред. Какой рейтинг одобрения деятельности президента в данной ситуации? Как можно одобрить то, чего нет? Нет, экономика идет ко дну. Рубль стремительно падает. До кучи какой-то вирус по стране шастает. Народ косит пачками. И лечить этот народ кроме молитвы нечем. Все развалили. Ой, оптимизировали. Потому что власть в то же время объявляет режим зоны. Все по камерам. Кому непонятно, штраф последний отбирают. А шуты гороховые, рейтинг царя замеряют. И о чудо цифры летят. Еще раз. Как можно одобрять или не одобрять то, чего нет? И вот за последние две недели видели нашего президента хоть где-нибудь. Чем он занимался? Кто-нибудь вообще в курсе? Если честно, Владимир Владимирович сегодняшний вот этого чувака напоминает. А что это вы здесь делаете? А уж такого количества невыполненных обещаний на единицу времени я и не вспомню даже. Такого на самом деле ни разу не было. Все, что наобещал, по всем пунктам прокатили. Примеры, пожалуйста. Не работаем с сохранением заработной платы. Выше начинал. Кому эту зарплату заплатили? Госслужащим. Так они-то как раз работают. А все, кто дома сидят, кому на работу ходить не дают, сидят за свой счет. Ну, за редким-редким исключением. Даже на полу государственных предприятиях сотрудников на вынужденные каникулы без содержания пытались выпнуть. В Петербурге с начала апреля закрылись несколько станций метрополитена. Издание «Вирусный профсоюз» со ссылкой на работников организации сообщает, «Всю предыдущую неделю начальство уговаривало коллектива написать заявление на отпуск за свой счет. Мол, непростая финансовая ситуация. А ведь кто-то согласился. Есть люди доверчивые. Есть кто боятся спорить с руководителями. Или другой пример. «Дадим людям отсрочку по кредитам», – повелел главнокомандующий. Народ айда радоваться. Ну, полстраны закредитовано, потому что… А уже на следующий день глава Центробанка Набиулина огорошила. Никаких отсрочек не будет. Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться вовремя, как предусмотрено в договорах. То есть то, что Путин заявляет, это проблемы Путина. Если перефразировать, а вы давайте платите, у вас единственный вариант. То же самое случилось и с беспроцентными судами для бизнеса, которые, как оказалось, получить почти нереально. Сбер такие условия нарисовал, что проще убиться, чем данный займ оформить. И оно везде, так, по всем позициям. То есть речи-то верховные красивые толкают, а вот на деле. Это реальная журналистика. Прошу отнестись к этому с пониманием. Прямо национальная идея у нас за два последних года сформировалась. Плюсом к той, которая надо еще немного потерпеть. Вот такой будет тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Отдельно хотелось бы остановиться на мерах по обеспечению режима самоизоляции. Или, как данный режим уже окрестили в народе, режима ХЗ. А действительно, что там за меры-то предпринимаются? Да все стандартно, традиционно. По улицам ходят держиморды с дубинками наперевес. В Госдуме в режиме ошпаренной кошки принимают поправки к законам по части штрафов. Причем суммы тех штрафов пугают просто до 10 миллионов рублей уже. А че не миллиард? Триллионный штраф придумать слабо? Под это дело мести начали всех подряд. В Москве в минувшие выходные человек с собакой погулять вышел. Чуть 15 суток себе не нагулял. А в Саратове, дорогие друзья, местные власти как раз позаботились о том, чтобы горожане не попадали в подобные неприятные ситуации и постановили нужно тебе на улицу зачем-то проще паренной репы. Получи пропуск в администрации и вся недолга. Действительно, че тут сложного? Видео от моего коллеги Юры Гимельфарба. Опять Москва, третье транспортное кольцо, минувшая суббота. Страна на самоизоляции. Напоминаю, работать разрешено только предприятием первой необходимости или производством непрерывного цикла. И что мы видим? Толпа гастарбайтеров, толпа в прямом смысле, занимается укладкой бордюров. А вечером все эти гастеры поедут по домам. Вы думаете, они на Луне живут? Нет. В общаге в каком-нибудь Люблино, по 8-10 человек в комнате, душ общий, кухня общая. И в магазину, к слову, в свободное от работы время ребята ходят в те же, что и вы. Подытожим. Так кого вы только что видели? В Саратове и в Москве сотни потенциальных переносчиков заразы. Люди после таких эффективных мер еще быстрее заболеют и быстрее потащат вирус в массы. Знаете, глядя на все это, хочется задать вопрос. Господа чиновники, вы идиоты! И вот здорово сомневаюсь, что они хотят остановить эпидемию. Тут, похоже, одна цель настричь. Вот мы вам миллион запретов навесили, нарушил плати. Но не лечат так, потому что и профилактику таким образом не проводят. Хотя к чьей совести я сейчас пытаюсь взывать. Сам много раз говорил. Настоящие враги России не за бугром окопались. Они сидят здесь, в чиновничьих кабинетах. И вот на фоне всего этого нам продолжают врать о том, что растут рейтинги великого кормчего. Господа, да вся эта ситуация нам продемонстрировала только одно. Нет у нас никакого национального лидера. Нет у нас никакой нации и никакого государства. Ты сам по себе, чиновник сам по себе. А президент в нынешних реалиях так вообще лишняя фигура. Вокруг него только объединяться постоянно нужно. Да спасать его, как маленького ребенка. Это самая слабая фигура. Нуждается в постоянной защите. На пальцах футбольные болельщики меня сейчас поймут. Представьте, у нас ответственная игра. Матч плей-офф. А капитан команды занят тем, что игру сливает. И это видят все. И тренеры, и игроки, и сидящие на трибунах люди. Что делают с таким капитаном? Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Ссылка на ютуб страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok